Санскритская шлока в широком смысле – это любая страна. То есть, когда индиец говорит «шлокага», «айям шлокага», то это элементарная текстовая единица, скажем так. Я попробовал свою дефиницию шлоки дать, с которой изучающий санскрит имеет дело в реальности, поскольку в большинстве случаев, начинающие и не только, все мы имеем дело с текстами, написанные чаще всего в каком-либо стихотворном размере, и чаще всего это именно «ануштубх», который в русском языке по преимуществу называется «шлок». Вот когда мы читаем русскоязычные тексты, я бы сказал, что на 90, а может быть и на все 99, а может быть даже на все 100%, когда мы видим слово «шлока», имеется в виду «ануштубх». Вот тот самый размер, так называемая эпическая шлока, которая состоит из 32 слогов, и если на память, дай бог памяти, техническая дефиниция шлоки, шлоки «шаштам груднеям, сарабат тралагу панчамам, двичатушпаадаюрхрасвам, саптамам диргаманляюху». Техническая дефиниция шлоки, да, на каком месте там, в какой позиции стоит долгий или краткий шлок. Да, ну, шлока это может быть вполне не только «ануштубх», и «триштубх», и, в принципе, абсолютно любой размер. Ну, что такое «триштубх»? Это вот одиннадцатый сложник. «Гурунахаттва имагану бхабан, шрею бхоктум бхайкщама пихалоке, атварта каман, стугуру нигайва, гунджия бхоган, дирапрадигдхан». И так далее. «Триштубх». Ну, в, скажем так, «махабхарате» он такой еще не всегда классический, то есть строго определенный, как «индра-ваджра» или «упендра-ваджра» или «упаджаты». Вот разные есть варианты. Он тоже часто встречается. Ну, и вот поскольку начинающие во всяком случае, ну, далеко не только начинающие, все мы имеем с эпическими текстами, огромными произведениями, да, которые выражаются вот в таких вот текстах, написанных преимущественно сочиненных, скажем так, сочиненных, да, записаны они были. Ну, это, опять же, одна из тем, о которой можно очень долго и подробно говорить, то есть является ли в своей основе санскритский эпос, был ли он сочинен устно или сразу записывался, ну, скорее всего, в какой-то своей основе все-таки были какие-то блоки устно сочиненные. Да, вот эпические тексты, да, Магабхарата Рамаяна, ну, и огромное количество пуран, пуранических текстов, которые тоже, вот, они записаны, как правило, ну, скажем так, очень часто шлоками, в смысле, ануштубхом, ну, и не только, далеко не только ануштубхом. Ну, или, например, такой популярный текст, и я последние два года с лишним занимаюсь йога-васиштой, просто своими разными учениками, считаем это, в общем-то, ну, его следует, может быть, назвать таким квазикураническим текстом, но в самопонимании это вот вторая романа, да, на самом деле, огромный текст, вернее, ну, произведение, огромное произведение, да, слово произведение и текст мы также должны различать. Бывают произведения, как, например, Магабхарата, которые реализуются в разных текстах, то есть разных изданиях, очень отличающихся, сильно друг от друга, например, ну, издание, так называемое, ну, об этом, да, подробно говорить не будем, но, скажем, издание, так называемое Вульгата и критическое издание, которые отличаются друг от друга, ну, не просто отдельными чтениями, а на десятки тысяч шлок, допустим, в критическом издании, сконструированном критическом издании, восстановленном, меньше, чем в издании, допустим, ну, либо в Калькутском издании, первое книжное издание, либо вот издание с комментарием Мила Конти, это не Бород, а Бомбейское издание, да, 1960-х годов, еще, извините, 1860-х годов, да, было в качестве, в виде книжки изданной, печатной книжки, да, или могут быть такие вот важные произведения, как тоже написаны в виде, преимуществами стихотворных размеров, ну, прежде всего, Ануштубга, шлок, Хитопадейша, или Катрасарица, города, океан сказаний и так далее. Итак, значение слова шлока в санскрите, это либо любая стихотворная строфа, и обычно я, когда говорю о своем собственном узусе, я говорю на автомате, как в индийской традиции, то есть шлока, вот в такой-то, такой-то шлоке, значит, в такой-то, такой-то строфе. Когда я хочу сказать в шлоке, вот в эпической шлоке, специфической эпической шлоке, которая вот состоит из четырех четвертей по восемь слогов каждая, то я говорю, Ануштубга, Ануштубга. В шлоке или в строфе может иметься одно единственное предложение, то есть вот это вот как текстовая единица с одной стороны. Шлока – это наша текстовая единица. То есть, допустим, как правило, мы переводим, мы переводим шлоками, поэтому мы сначала читаем эту шлоку, потом разбираем и переводим, или, по крайней мере, стараемся понять, разобрать и перевести. Ну и вот в одной строфе может быть одно единственное предложение, или может быть несколько простых предложений. Это может быть сложное предложение, допустим, коррелятивное предложение, или другого рода сложно подчинённые предложения, или сложно сочинённые предложения. Или одна шлока может представлять собой только лишь часть, незаконченное предложение, какую-то, допустим, одну деепричастную клаузу. Ну, здесь я пишу сравнить, то есть следует иметь в виду, что есть такая вещь, как анжамбман, то есть перенос, как бы сказать, сдвигание границ законченного высказывания, допустим, одно предложение может заменять, может занимать не только одну, но и две, и три, и более шлок. Ну, что, между прочим, в Ромаине, я думаю, что мои студенты уже успели заметить, встречается не так уж даже и редко. Так, дальше возьмем для примера, и я для простоты примера, я решил взять некую шлоку, я ее просто вот сходу сочинил, ничего особенного, чтобы не быть как-то вот в какие-то сложные случаи синтаксически не углубляться. Допустим, вот просто такая, такая вот простенькая шлока. Так, ну и первым делом мы, допустим, что мы делаем? Мы производим скрининг всего предложения, да, мы просматриваем и смотрим, нас прежде всего будет интересовать словоформы, существительные в, и существительные прилагательные наречия, скажем так, имена, да, имена в номинативе, в именительном падеже, будь то единственного или множественного числа, или иногда двойственного числа, ачаряга, дейбадаттага, а, ну или местоимение, да, аям, местоимение на горе, блокатив вишутага, номинатив, да, номинатив, номинатив, указательный местоимение ближнего дейксиса, аям, да, мунея. Ну, если что, это не локатив единственного числа, о, локатив от муния, да, самскрытам, да, вишаяга, да, ся, это генетив, шейдэйвия, это инструментарис от шейдэйвии, гия частица, са, анафорическое местоимение, и тюмбитах, так называемое причастие прошедшего времени, в данном случае еще и пассивное, такое вот, мы его часто, ну, руководствуясь нашими учебниками, это, конечно, такой, я бы сказал, анахронизм, называть это причастие ППП или ППП, взятое это из латинского языка, партиципиум перфекти пассиви, то есть причастие, страдательное причастие прошедшего времени, в определенных случаях, в целом ряде случаев подобного рода причастия вполне могут иметь и активное значение, например, при всех глаголах движения, и не только на движение или нахождение где-то, да, пребывание, но далеко не только, поэтому, вот, ну, я даже не знаю, да, то есть я, например, позволяю, если кто-то там-то говорит ППП, ну, чисто вот, так сказать, такая вот бирка, да, искусственная, что это причастие ППП, да, вот, глагола ЧУМ, да, целовать, поцелованный, да, дословный. Так, и, ну, какие у нас здесь синтаксические возможности? Мы здесь, допустим, предположим, что вот у нас некое одно предложение И здесь целый ряк, целый, прямо вот, как бы сказать, на санскрите, как калапа, да, целый букет, целый сноб, целая визанка, фащио, возможности синтаксические. Подлежащее аям, это указательное местояние. Вот этот вот, это есть дева даттах, а именно учитель. Дева датта – учитель. Предикат один, предикат два, да, то есть сказуемое и второе сказуемое. Ну, визанка в данном случае, я здесь не пометил, можно было бы пометить, что вот в данном конкретном случае мы его, как определение, да, определяем, поэтому я взял в такие вот фигурные скобочки, да. Так, подлежащее может быть аям дева датта. Вот этот вот дева датта, подлежащее, это ачарья, а именно вишута, да, определение. Да, предикат, то есть сказуемое, и вишута, как определение или атрибут. Затем, аям бишута ачарьяга, вот этот вот знаменитый учитель, то есть аям, ну, можно считать, что это, конечно, может быть, не отдельная подлежащая, а часть какого подлежащего, состоящего из указательного места имения аям, вишута ачарьяга, знаменитый учитель, вот этот вот знаменитый учитель, это дева датта, сказуемый, дева дата будет сказуемый, или аям, ачарьяга дева датта, вот это вот, вот этот вот, это учитель дева датта, а именно знаменитый. То есть вишутах понимать не как определение, не как атрибут, а как отдельный, скажем, либо отдельное сказуемое, либо как предикатив. то есть именную часть сказуемой. Это мне так показалось на первый поверхностный взгляд. Я думаю, что, может быть, здесь как-то можно было еще скомбинировать и так и сяк. Что же нам тогда делать? Вы спросите, вполне закономерно, перед нами целая палитра возможностей. Ну что ж, что нам, только играть в математиков и заниматься комбинаторикой. Ну, с одной стороны – да, с другой стороны – нет, не совсем. Правда, но не совсем. Конечно, надо иметь в виду, что чем человек дальше, чем мы дальше дольше, и углубленнее занимаемся санскритом. У человека, который уже достаточно много начитан в текстах, прежде всего в текстах шлок, у него уже некоторые комбинации, они как бы вот… У нас имеется некое ожидание, на санскрите это говорит «anpikshah», то есть некое семантическое ожидание, что с чем комбинироваться. Поэтому, как мы практически поступаем? Практический подход к синтаксическому разбору. Ну, я вам уже сказал, да, мы первым делом ищем местоимения, анафорические или указательные. Ну, я думаю, мои студенты знают, что такое анафорические, что такое указательные. Указательные – это понятно, это три дейксиса. Допустим, это «едам» местоимения, это «этот» и это «адас». Но это всем известно из… Ну, я надеюсь, что это всем известно, эти три дейксиса. Вот этот вот рядом со мной, вот этот вот рядом с моим собеседником, или вон тот вот, это третий дейксис, удаленный дейксис, одновременно удаленный от меня и от собеседника. При этом надо сказать, что в так называемых, ну, шлоках, в текстах написанных шлоками, они все эти разного указательное местоимение вот этих трех разных дейксисов, они вполне могут перемешку и, как это сказать, да, то есть использоваться как угодно. Без такого вот специфического различия дейксисов. Что такое дейксис? Это указание, дословно. Вот я указываю на нечто, стоящее рядом со мной, я указываю на нечто, стоящее или находящееся рядом с моими собеседниками, или я вот пальцем указываю, вот тот окно, да. Вот видите, доктор, да, я совсем слепой, да, видите, вот этот маленький гвоздик, так вот я его совсем не вижу, да, как в том анекдоте. Да, ну хорошо, значит, вот мы должны это определить, имена существительные, прилагательные, причастия в так называемых прямых падежах, номинативе и вокативе, то есть в звательном падеже, самболдхане на санскрите. Да, и вот они, эти наши имена, разного рода имена, они могут быть либо подлежащими, либо предикативами, либо иногда, как упомянутые вот это вот подлежащее ППП или КТАНТА на санскрите, они могут быть чистыми вот предикатами, то есть сказуемыми. Что мы не должны делать ни в коем случае, никогда не начинать разбор предложения с косвенных падежей, и Господь вас упаси всех от того, чтобы начинать разбор и перевод с генетива, никогда. Да, да, вот все знают, что я, как я сразу же взрываюсь, что ни в коем случае с генетива не следует начинать, поэтому есть, так сказать, дело здесь не в том, что вот мне так не нравится, а потому что это неизбежно, практически неизбежно ведет к, как бы это сказать, к миссинтерпретации, к ложным интерпретациям. Обязательно запутаетесь. Да, всегда надо начинать разбор с прямых падежей. Ну, например, почему вакатив, звательный падеж, является прямым, и, собственно говоря, как в нашем, ну, в случае вот этого чисто сконструированного примера, муней, да, то есть в эпических текстах очень часто такого рода обращения, там, не знаю, ну, там, рантапа, партха, бхарата и так далее, или бхарата. Да, это о, о, мудрец, и вакатив, слова вакативе, их можно интерпретировать просто как отдельно стоящие предложения, поэтому они никак не влияют, вот их можно просто выкинуть, предложение останется ровно таким же, как оно и было, да, ничто не изменится, да, поэтому мы их, как бы, вот отдельно замечаем, что вот здесь слово муней, муней, является взвательным падежем. Так, затем мы делаем следующий скрининг, да, должны прошерстить нашу слогу на предмет наличия фенитных глаголов. Фенитный глагол, это, он может быть сказуемым, что такое фенитный глагол, это понятно, глагол, это глаголы, которые вот имеют окончание, которые изменяются по лицам и числам, инфинитный, есть вербум инфинитум, инфинитный глаголы, в санскрите это депричастие, да, так называемый, ну, ва, ктванта или льабанта, то есть, лучше, конечно, называть не депричастием, а абсолютивы, или туманта, или тумум технически, то есть, инфинитив. Так, ну, нас интересуют прежде всего фенитные глаголы, сказуемые, или вспомогательные глаголы, да, копулы, кстати говоря, вспомогательными глаголами могут быть, или копулами, да, вспомогательными конструкциями может быть далеко не только глаголы, произведенные от корней бху или асты, то есть, асты или бхаваты в любых формах, могут быть некоторые другие, ну, сейчас об этом пока речь не идет. Вот, затем вот мы смотрим санскритом вишээстасе. Здесь следует сказать о порядке слов. Порядок слов, который перед нами в шлоках, вот он отличается, то есть, он может сильно отличаться от порядка слов, от порядка слов в обычном паразаическом тексте. Поэтому рассуждать, что вот, скажем, в шлоке вот такое-то слово стоит за таким-то словом, и дальше идет еще какое-то слово, это абсолютно непродуктивный способ разбора, то есть порядок слов в шлоках в трофическом, метрически организованном тексте, он вообще является не, я бы сказал так, неинформативным, поскольку в страфе, в санскритской страфе, все подчинено основной главной цели, это, так сказать, упаковке информации в виде того или иного размера. Ну, есть какие-то определенные минимальные там ограничения, там, допустим, в начале, в самом начале страфы, ну, скорее всего, там не может быть каких-то определенных частиц или еще чего-то. Ну, в принципе, вот каких-то вот строгих правил просто нет. Два слова, которые стоят в страфе рядом друг с другом, могут не иметь друг с другом синтаксически никакой связи, и наоборот, анафорическое или указательное местоимение может стоять в начале, в самом начале страфы, а в самом конце страфы может относиться вот это вот слово, имя существительное или там, допустим, имя, ну, собственное имя, да, конкретно, са, та-та-та-та-та, рама, вот этот вот рам, этот упоминавшийся рама. В начале са стоит в начале предложения, анафорический этот вот упоминавшийся, да, и в самом-самом конце штрафы, допустим, Рама, или, ну, к примеру, да, и это знают мои постоянные, более-менее постоянные студенты, то есть в шлоке может быть все как угодно и что угодно, поэтому санскетам вишая с тассья, мы можем понимать, и тассья санскетам вишая, вишая санскетам тассья, тассья вишая санскетам, где здесь подлежащее, где здесь сказуемое, санскрит – это его предмет, ну, Девадат, да, Девадат является школьным учителем, да, знаменитым Девадат – знаменитый школьный учителем, санскрит – это его предмет, его предмет – это санскрит, для него санскрит – это предмет в школе, вот мы можем и так, и всяк, вот в подобных вот пределах мы можем понимать это предложение, в данном случае это тоже отдельное, безглагольное, именное предложение, И, наконец, шридевьяхи с тюмбитах. Что такое сах? Это анафорическое местоимение. Это уровень анализа, морфологический анализ. Он указывает это местоимение на упоминавшегося учителя Дейвадату. Синтаксический сах – это подлежащее, а морфологически – анафорическое местоимение. Тюмбитах – это так называемое причастие ППП, условно говоря. В данном случае это не условно, даже вполне оно ППП. Птанта на санскрите – поцелованный, если его переводить вне синтаксического контекста. Хи – это обосновательная, то есть подчинительная частица, то есть вот это отдельное предложение можно как бы вот, как… Вот все вот это вот, вместе всю эту конструкцию. Это просто как сложно подчиненное предложение можно интерпретировать. Так, причастие ППП, они в эпическом, труспораническом и классическом санскрите очень часто играют роль сказуемых. Поэтому перевод в нашем случае данного причастия как «поцелованный», что иногда студенты делают, будет совершенно неверным. Дословно, вот если переводить синтаксически выверенно дословно, хотя и тяжеловесно, является поцелованным или был поцелован. Варианты правильного перевода – он был поцелован богиней Шри, его поцеловала Сарасваке или богиня Речи, как угодно. Это вот все варианты, и все они являются правильными. Я являюсь сторонником того, так сказать, я вот постоянно заявляю, это даже в качестве тезиса, что не существует лишь одного единственного истинного правильного перевода, по сравнению с которым все остальные переводы будут отклонениями. То есть правильные переводы, они существуют, вот если использовать этот образ, санскритские калапы. Это как бы в виде букета или в виде какой-то связки. То есть вот несколько вариантов есть. И какой вариант мы выберем, это уже зависит от, какой из правильных вариантов мы выберем или сконструируем, зависит от нашей способности интерпретировать, плюс от нашего вкуса, плюс, конечно, от нашей аудитории, для которой мы, собственно, все эти переводы делаем. Ну, может быть, более сутку я вот решил дать так называемый научный или эндологический перевод. Вот эндологический перевод, что характерно для научного перевода, огромное количество скобок, причем скобок, ну, как минимум двух типов. Вот Дейвадатта, мы можем добавить, идет Дейвадатта, такое синтаксическое добавление, которого в тексте нет. Вот идет Дейвадатта, запятая, известный, то есть знаменитый, какие-то из коллег еще могли бы вот это вот, еще в какой-нибудь фигурной еще скобки ввести. То есть три типа скобок в так называемом научном переводе могут быть. Я считаю, что, конечно, так называемый научный перевод и то, что очень многие эндологи, ну, как бы сказать, коллеги на международном уровне этого придерживаются, но это является таким анахронизмом, обусловленным, во-первых, традицией достаточно долгой и некоторыми другими вещами. Вот, но это не значит, что мы не должны, как бы сказать, задавать себе вопрос, а всегда ли вот нужно, нужны это огромное количество скобок. Вот идет Дейвадатта, известный, то есть знаменитый во всем городе, да, учитель, омудрец, да, во всем городе, ну, на горе Вещертова, на горе Вещертова, да, известный, знаменитый в городе, да, ну, во всем городе, соответственно, строго говоря, с научной точки зрения является добавлением, да, во всем городе учитель, омудрец, предметом. И здесь в научном переводе любят добавлять, конкретизировать, причем очень-то это добавление является таким вот произвольным, я бы сказал, да, вот где автор подобного научного перевода добавляет, ну, допустим, что такое предмет вишер, да, вишер вы, конечно, можете набрать там в любом академическом санскритском словаре, ну, прежде всего, мы не велимся, или apte, revised in the large edition, или бёртлинге в немецком, да, что это будет, конечно, там предмет или... Объект, ну, далеко вот не только, да, предмет, да, предмет, предмет, чем он занимается, да, предметом его в школе является санскрит, ведь, ибо он был поцелован в тюмбитах самой богиней Шри, то есть богиней Сараси, вот такой вот пример научного перевода. Далее я взял тоже немножечко, как бы, ради для шутки, что такое стиль мастера йода, ну, это чисто такое вот мое изобретение, ну, вы помните, да, наверное, все знают, из «Звездных войн» был такой вот великий джедай, мастер йода, для речи которого, по-моему, на общегалактическом языке было характерно огромное количество инверсий, да, которые вот в нормальном... Ну, в английском языке это инверсии, в любом переводе, да, сей, да, это ученик мой прекрасный, там что-то вот такое он всегда... Эти инверсии, конечно, они придают речи, ну, некий, я бы сказал, налет высокопарности, торжественности, преизбыток инверсии, который призван дать читателю ощущение причастности. Дальше, конечно, у меня в кавычках взято, ну, вы понимаете, это такой сарказм, да, к тайному или древнему, или запредельному, или трансцендентному, обязательно ведическому знанию. Да, многие переводчики, так называемые переводчики санскрита, ну, есть немало людей, которые себя где-то вот в сети, на просторах, в сети, на разных форумах и группах именуют себя переводчиками санскрита. Они, как бы ни был их перевод, либо он получше, либо похуже, либо совсем они плохие, ну, вот для них характерно вот это вот, я бы сказал, что преизбыток, ненужный избыток инверсии. Ну, как здесь вот этот стильмастера йода в переводе вот этой вот, ну, нашей сочиненной просто мной этой простенькой шлопки. Вот он, учитель сей Девадатта, санскрит предмет его, ибо поцелован был он речи богини. Да, ну, представляете, да, что звучит очень торжественно, да, и тут прямо вот чувствуется, что здесь вот еще, еще, и еще немножко, еще немножко, и вот какое-то знание вот оно раскроется и всего тебя поглотит. Конечно, это вот, ну, я считаю, это такое интересничание. Я не говорю, что инверсии вообще никаких быть не должно. Ну, мне кажется, вот во всем должно быть чувство мира и чувство вкуса. При этом мы должны пометовать одну простую вещь, что вот сами эти инверсии из шлока, они, в принципе, не вычитываются, вычитываются не могут. Да, поэтому вполне даже можно без всяких инверсий нейтрально переводить. Вот художественный перевод. А что такое для меня художественный перевод? Это там, где мы какие-то вещи, которые из контекста, они понятны, мы их просто без всяких каких-либо скобок просто добавляем. И даем вот нормальный русский перевод, как если бы то, что написано на санскрите, человек, ну, сказал бы на русском языке. О, мудрец. Вот этот вот учитель Девадатта, знаменитый во всем городе. А, вот этот учитель, знаменитый. А, да, это я сам, прошу прощения, немножко инкохерен, совсем последовательно. О, мудрец. Вот учитель, вот, нет, вот учитель Девадатта, или вот этот учитель Девадатта, знаменитый во всем городе, предметом. Да, здесь немножечко, прошу прощения, да, здесь надо немножко подкорректировать. Вот учитель Девадатта, знаменитый во всем городе. Предметом его преподавания является санскрит, ведь его поцеловала сама богиня Санскрит. Ну, как вот возможность. И также я беру, скажем, на протяжении последних трёх лет, как-то мне лучше всего удаётся и максимально точно упаковать перевод шлоки, то есть 32-х сложника, в русский гексаметр. Ну, что такое гексаметр? В принципе, конечно, он в наше время такой очень архаичный, считается размер. Ну, это размер, которым, допустим, Гнедич в первой и третьей. Гнедич и Жуковский переводили гексаметр древнегреческий. Такой образец перевода гексаметром считается перевод Гнедичем Илиады и перевод Жуковским «Одиссей». Ну, и, допустим, да. Как шлока является эпическим размером по преимуществу, можно так сказать. Чем я оправдываю свой перевод именно гексаметром, так и перевод гексаметром как бы даёт ощущение эпичности. «Вот знаменитый учитель идёт, дева датта, о мудрый, в городе ведают все, что он учит санскриту прилежно, ибо он был поцелован богиней божественной речи». Для меня очень важно при переводе, чтобы не было, во-первых, чтобы ни в коем случае не было рифмовок в санскрите отсутствующих. Вроде как в переводе знаменитого Семёна Липкина, где, я так говорю, это, конечно, не моя находка, но, как бы сказать, где ботинки зарифмовываются с полуботинками. В санскрите нет рифмовок, они встречаются чрезвычайно редко, тогда они будут, ну, скажем так, в классическом санскрите рифмовок считается, что нет. Поэтому надо каким-то вариантом акцентного стиха, если не гексаметром, то, допустим, каким-то вот очень хорошо может получаться там-то, 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 многое можно упаковать, по крайней мере, что-то вот я такое получал, у меня получалось. Можно, конечно, попытаться дать эквиметрический или кваси, скорее, эквиметрический перевод, но это уже вопрос немножечко другой. Порядок слов, наличие или отсутствие инверсии, как я уже сказал, никак не может быть переложено, прослежено в тексте, написанной форме стров. В метрически организованном тексте этот порядок определяется исключительно соображениями размера, а не взаимным расположением тех или иных слов. Пример перевода на санскрит, и этим самым я хочу свою вводную часть закончить, и тогда очень прекрасно получается вот моя лекция вводная. Можно считать, что я тогда уложился в час. Мысль была такая. Я очень рад, что все вы пришли на наше занятие санскритом, ведь знание – великая сила, преображающая человека. Ну, что-то вот я хотел такое норовоучительное. Ну, очень же многое. В санскрите, на санскрите написано каких-то вот норовоучительных слов или выражений. Ну, я последние, скажем, опять же, 3-4 года, особенно там, да, 3, да, последние 3 года очень много пишу различными стихотворными размерами, и я это так вот перевел достаточно вольно, эту мысль на санскрите, и получается, получилось вот так, стихотворная реализация размером васанта-тилака. Извините, вактраны здесь, конечно, короткая, да, вот здесь опечатка, прошу прощения, недолгая. Увидев ваши лица, я ощутил великую радость, ибо люди на нашем семинаре чудесным образом преображаются. Под влиянием санскрита в их сердце возгорается свет знания, а зловещая непроглядная тьма невежества исчезает. Ну, и на этом я говорю спасибо за ваше внимание и ожидаю вопросов, даже 34 уже человек, да. Что было непонятно, что было понятно, и есть ли какие-то вопросы, ну, я не знаю, либо по пониманию, либо чисто содержательные. Потому что я вот решил что-то дать такое более вводное. Да, под Малатиджи, прошу вас. Почему нельзя перевести поцелованный? Ну, потому что это здесь является... Это конкретно в этом контексте? В данном контексте это конкретное предложение. Был поцелован, является поцелованным тогда уже, да? Является поцелованным или был поцелован? Да? Здесь совсем-совсем не перевод. То есть это именно в этом контексте? Не то, что, в принципе, это перевод такой? Нет, в принципе, если... Нет, конечно, можно, вот если вне контекста, да, вне конкретного нашего синтаксического контекста, ну, это чисто такая моя сконструированная, такая простенькая шлока, да, чтобы не брать какой-то, я повторяю, чтобы не брать какой-то сложный или более сложный пример, такой вот совсем элементарный, да. Был поцелован, да. И ППП, они очень часто являются в шлоках именно сказуемыми. Если вам угодно, конечно, я знаю, вы, может быть, знаете там дискуссию из традиции, что как бы, ну, по крайней мере, значительная часть традиционных пандитов, они считают, и, в принципе, это, насколько я знаю, это ПАНИНИИ тоже между собой. Ну, или представители разных грамматических школ спорят и говорят, что обязательно должен быть хотя бы мыслиться, домысливаться какой-либо финитный глагол, вот типа БХАВАТИ и ЛЯСТИ. Но он тогда является ЧЮМБИТОСТИ, да, ЧЮМБИТОГАСТИ, ЧЮМБИТОБХАВАТИ, да. И ЧЮМБИТОБАБЛУВА, да. То есть, ну, так же, как вот это есть книга по-русскому, мы тоже можем сказать, это есть книга, это есть большая книга. Но для русского языка это, вот это добавление, оно может существовать, но оно очень странное, да. То есть, как бы так вот, ну, почти никто, наверное, так не скажет, да. Или что-то вы имели в виду? Не-не-не, понятно, спасибо большое. Да. Пожалуйста, еще вопросы. Еще вопросы, шанс задать вопросы. Да. Уважаемый Эдгар, здравствуйте. Я первый раз сегодня у вас. Скажите, пожалуйста, что будет дальше на занятиях? На следующих. На занятиях? Да. По воскресеньям, да? Да, да. Ну, что мы, значит, и занятия такие вот у нас проходят где-то примерно, ну, плюс-минус, да, плюс-минус, скорее даже иногда немножко плюс, к сожалению. Вообще надо часом максимум ограничиться, можно было и 40 минут. Было бы достаточно лекционной части. Разные вопросы синтаксиса. Они могут быть обусловлены, ну, поскольку у нас такой семинар, вот он начавшись почти три года назад, он, в принципе, не заканчивается. Я исхожу из индивидуальных интересов или желаний тех или иных участников. Допустим, кто-то может сказать, вот я совсем плохо разбираюсь в композитах, в санскритских сложных словах, вот давайте повторим. Хорошо, говорю, давайте тогда вот следующий, допустим, целый месяц мы на лекционной части, мы проходим только санскритские композиты. Это действительно очень такая злободневная, животрепещущая тема, потому что она достаточно сложная, особенно что касается бахувриги. Ну, на следующем занятии, я думаю, мы будем говорить о, продолжать говорить о предложении, о синтаксическом анализе. Может быть, поговорим о сложных вариантах сложного предложения, особенно актуально для санскритского синтаксиса, это коррелятивные предложения. Какие они бывают? Что такое коррелятивные конструкции? Я бы сказал, что это архетип, вообще коррелятив, это архетипическая конструкция сложного предложения, как таковая, в санскрите, именно, в классическом санскрите. Да, какие типы коррелятивов, потом, какие маркеры еще являются, маркеры структуры, то есть, как мы делим, исходя из чего мы делим? Частицы ики, абсолютивы, абсолютное локативное. Вот это очень важно, да? Владимир Герасков, вы, кажется, уже это все хорошо знаете, да? Хорошо, спасибо. Знают, так что вот, если что, ну, если всегда, я стараюсь учитывать, если какие-то конкретные имеются пожелания у кого-то, вот давайте поговорим там о функциях отдельных падежей. Пожалуйста, допустим, в свое время, когда я там много лет назад, я несколько курсов проходил, как бы их повторял по синтаксису, санскрита у нас в Вене, и у нас был в основном синтаксис санскрита, ну, практически он был так очень заточен, заострен, нацелен на синтаксис, падежный синтаксис, прежде всего. Ну, синтаксис – это не только падежный синтаксис, да, очень много. Потом, что мы еще, чем мы занимаемся? Занятия на занятиях, я считаю, это то, что, в принципе, ну, в России в ситуациях, скажем, у русскоязычной аудитории, ну, это почти, ну, я не знаю, поправьте меня, если так, вот пусть Марти с коллегой меня поправят, если так было, по-моему, еще такого не было, чтобы...